За последние три года с приходом нового руководителя региона в лице Сергея Меликова произошло множество положительных изменений во многих сферах жизни республики. Одна из них – это культурная составляющая. Благодаря таким изменениям в Каспийске реализуется множество национальных проектов. Конечно же, главными событиями были открытие трех модельных библиотек нового поколения на базе уже существующих. Это центральная библиотека в 2021 году, в 2022 году у нас был открыт филиал номер 1 на улице Абдуманапова, а также в 2023 году был открыт филиал номер 2 на улице Ленина. Все эти проекты, вся эта реконструкция библиотек состоялась по нацпроекту «Культура», также при поддержке администрации городского культ Каспийск. Теперь библиотеки стали не только местом для чтения, но и площадками для проведения различного рода культурных мероприятий, семинаров, лекций, выставок, а также активно ведется клубная деятельность и имеется открытый доступ к фонду. За последние три года было приобретено свыше 7 тысяч книг с учетом запроса читателей, 19 компьютеров, два из которых предназначены для людей с ОВЗ, светодиодный экран, проектное оборудование и мебель-трансформер, позволяющая при необходимости изменить пространство. Такие новшества позволили библиотекам стать творческой площадкой для развития молодежи и жизни Каспийска. Изменения коснулись и городского краеведческого музея. В 2022 году состоялся переезд учреждения в большое просторное помещение на берегу моря. В рамках РАС проекта «Культура» было выделено около 7,5 миллионов для покупки стеллажей новых, нового оборудования, нового сенсорного экрана. В целом для улучшения услуг нашего городского краеведческого музея и для гостей города, а также для жителей Каспийска. Помимо этого, в Каспийске открылась этническая студия при Центре традиционной культуры народов России, где горожане и гости могут ознакомиться с бытов и традициями народов Дагестана. Также в здании по улице Байрамова, 10 Г, появился и обновленный Центр традиционной культуры. 16 сентября 2023 года презентация культурного квартала «Территория творчества». В этот день открылась фотовыставка, прошла ярмарка народных промыслов и мастер-классы. Это совместная работа Центра традиционной культуры народов России и некоммерческой организации «Дагестан-Медиа». Проект, реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». За последнее время население муниципалитета увеличилось. Несколько лет назад в город передислоцировалась Каспийская флотилия, что сделало его не только туристически привлекательным, но и силой военно-морского флота России. Благодаря этому культурная жизнь горожан стала еще разнообразнее. За этот период в Каспийске прошло более тысячи культурно-массовых мероприятий. Теперь на территории городского округа проводятся различные мероприятия, такого рода как военно-морской парад, который стал туристической изюминкой нашего города. Помимо этого мы проводим яркие военно-патриотические фестивали, Масленицу, 9 мая стала столицей празднования парада Республики Дагестан, наш город. Также, помимо этого, город Каспийск за последние годы стал городом трудовой доблести, и мы ярче и лучше стали праздновать первомайские праздники. Ярким событием мая 2022 года стал концерт всероссийского масштаба в рамках патриотического тура за ВМФ в поддержку военно-морского флота страны и СВО. Программа мероприятия состоялась при поддержке главы Дагестана Сергея Меликова. Был организован Денисом Майдановым с приглашением звезд всероссийского масштаба и величины. На данном мероприятии было охвачено около 10 тысяч человек, и на данный концерт приехало большое количество людей не только из республики, но и из-за нее. Всероссийский фотопроект «Жены героев» сплотил и Каспийчанок. Данная акция была проведена в поддержку специальной военной операции. Работы городского фотографа Алены Нурмагомедовой были также представлены и в Махачкале. Как отмечает Наби Залов, основным направлением управления культурой является укрепление морально-нравственных к качеству молодежи. Яркую политику проводят именно в привлечении молодежи и людей до 35 лет на мероприятия, в организации мероприятий, которые инициированы в нашем управлении. В сравнительном анализе в 2022 году мы привлекали около 900 волонтеров за год, а то за предыдущий год, 2023, мы привлекли свыше полутора тысяч молодежи. Помимо этого, сотрудники активно проводят мероприятия по профилактике наркомании и ведут работу с лицами из неблагополучных семей. Стоит отметить, что управление культуры Каспийска неоднократно отмечалось грамотами и благодарностями как на городском, так и региональном уровне. Одной основной оценкой качества нашей работы является то, что за последние несколько лет город Каспийск занимает лидирующую позицию в рейтинге городов по реализации молодежной политики Республики Тагестан. Помимо этого, руководство управления и в целом наши коллеги часто бывают отмечены ведомственными структурами, грамотами, министерств по национальной политике, министерства культуры в Сударистане, молодежной политике и так далее. Набизалов отметил, что в этом году планируется реконструкция бывшего Абарского театра в Дом культуры, где будут проходить различные концерты, мероприятия, а также появится Каспийский драматический театр.